Так, здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печов. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, спасибо, больше всего для вас видео. Ой, пух, пух просто задолбал уже, весь в пуху, как это, кролик какой-то. Сегодня я поднимаю тему, которую тоже, почему, допустим, не всем подходит работать с демонами, да, то есть с демонами или наоборот, сэшуакимбанда, там, бомбанда, с какими-то темными, именно страшными силами, да, такими кошмарами или духами, элементалами темными тоже. Почему? Не подходит. Первое, что нужно у нас всех, так сказать, тушка слабенькая. То есть есть всегда какие-то слабые места на теле, которые демон или эта сущность ударит. Вот, поэтому это нужно не исключать, это превратится в болезнь. Многие это почему-то не замечают, думают, что они вечно бессмертные, вечно молодые, вечно здоровые, вот, вечно будут жрать какое-то говно с магазина и будут вечно здоровые. Это пока молодые, вот. Поэтому в магии всегда так. Поэтому, по сути, начинающим магам вообще лучше с демонами пока не связываться, пока вы не узнали ничего о них особо больше и больше, особенно как защититься от этой энергии, да, так как она полностью перешла, а может быть многие демоны бывшие боги, но они сейчас в таком негативном немного аспекте темном, да, адовом, можно сказать, или пекловым, некоторые модно стали сказать клипа, да, каббалистический культ смерти, да, то есть больше к культу смерти все демоны склоняются, вплоть до лилит. Вот. И многие начинают работать, думая, ну все, я такой охренительный, у них начинает жизнь рушиться, то есть у них не ладится, у них только все хуже, просят денег, вообще бомжи просят здоровья, стали вообще чуть ни одной могилой, ногой в могиле. Это признак, что вам демон не подходит, и лучше с этой энергией пока не работать. Если вы очень вот прям хотите шиза, да, можно, но потом. Сначала, значит, нужно укрепить свое энергетическое тело, и биологическое особенно, да. Многие думают, что только вот я энергически мощный, да, 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 а биологически просто тушки больные. Любая простуда, и вас уже накрыло, и вы слегли. Какой там ритуал нафиг. Вот. Опять эта чайка. Тут гнезда нет, нафига мне летать. Поэтому, если вы начинаете работать с демонами, или эшуа в кембанде, или в банди, подумайте несколько раз. То есть нужно осторожно. Некоторым говорят, что, ой, вы знаете, все запрещают, я делаю такие офигенные. Это может у вас до поры до времени. Но многих реально накрывает потом. Они начинают спиваться, еще какие-то проблемы, да, то есть я не ограждиваю вас, я не против, идите башкой бейтесь, убивайте себя, я не против, да. Но есть определенные правила и законы, которые писаны всем, и которые касаются всех, понимаете. Когда говорят, ой, меня не касается, я вообще в это не верю, нахрен вы тогда занимаетесь магией и демонами? У меня вопрос. Какие-то печати чертятся, сигилы, призываете, какое-то благовоние. Не надо. Это вас вообще не касается, это не ваш мир. Вот. А кто занимается, тот понимает, чем он занимается. О, редкий цветок, класс, кстати, растет. Вроде на Урале таких не было. Вот. Поэтому нужно понимать, что это вредно иногда. Иногда это может уничтожить. Не все демоны вам подходят, да, у них есть свой характер, свое какое-то качество, поведение. Если он не видит зеркально вас это, он вас уничтожит. Вы будете просто для него вошка, которую нужно срочно устранить. Поэтому не слушайте демонологов великих. Ой, там легко раз плюнуть, два дунуть, и уже демон выполнил твой приказ, там подчини его и так далее. Бред собачий. Хватит играть уже, верить в эти компьютерные игры, чтобы не сидеть в дураках потом, когда вас начнут размазывать, да? Вы потом испугаетесь, просто обдрищитесь, да? От болезни вы не поймете, почему врачи не могут вылечить вас, да? То есть это Эшо или Кимбанда, то есть, да, сама, вот этот культ. Все эти духи, Эшо, или, допустим, какие-то темные сущности демонические, которых вы призывали, они могут ухстить, они могут создавать болезнь. Понимаете? Но мы же не понимаем. Поэтому нужно подумать осторожно. Я уже, наверное, какой раз снимаю подобное видео, вот, намекая на это. Но если вы непробиваемый, и вам нравится вкус экстрима на жопу приключения, то вас отдубасили, то вы в кровище в канаве валяетесь, то завтра в ментовке, а послезавтра в хирургии, ну, это ваша жизнь тогда, вам нравится, наверное, кайфово. Да, некоторые преодолевают это и становятся закаленными людьми, но не все выживают, потому что энергетика не всегда готова, и физическое тело не всегда готово вступать в связь с этими демоническими сущностями, понимаете? Поэтому Эшо, допустим, даже работают те, которые адекваты многие. Они знают грань, они знают, что делать, что нельзя делать, поэтому у них все нормально работает. Ведь задача какая? С демоническими сущностями работать. Цель? Получить результат. Да, ведь? Решить какие-то проблемки более сущные, более важные. Вот, а не просто так захотело что-то там, захотело оно, или что-то расфантазируется, или кто-то подумал, что он бог. Это сегодня, пока ваши гормоны или сперматоксикоз в голову бьет, может так, но завтра реальность изменится, и вы станете бомжом, больным, кривым, нахрен никому не нужным. Потом вы будете злиться и удивляться, почему вы никому не нужны, одиночки, все вас ненавидят. Вот по этой причине, потому что вы лазите в те силы, которые, нахрен, вас не хотят даже видеть, вы не подходите просто им. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами Алексей Мичуев, ставьте лайк, комментируйте, репостите, удачи, включите свои мозги уже. Продолжение следует...